всем привет это северный степной крым сегодня нас уже 29 июля 2022 года температура в тени 38 продолжает поиск толстый вверх солнышко прижаривает ходил в душ с вода кипяток пришлось разбавлять холодной водой будем вода полная бочка была нагрелась кипяток невозможно обжигает собака бедная от жары помирает давала она уже отошла возили к ветеринару прокололи три дня подряд возили прокололи антибиотики от клещей какую-то заразу в общем подхватила кровь там попала какая-то зараза и на прокололи антибиотики нормально это надзоры бедная так она сегодня уже шустренькая резвенькая бегала кушает уже хорошо да похудела конечно потому что лето жара не езжал там еще клещи эти замордовали ну ради уже напшикали и накололи уже что только можно денег правда все космос стоит себя лечить животных конечно очень дорого себя хотя бы можно поэтому лечить бесплатно по соц там всяким этим животных у нас к сожалению бесплатно не лечит до доктору до ездил даже и скололи мне всю задницу зато кушать хоть начало клещи все не обсыпались нормально и мухи перестали заедать это мухи он ухи заедает уши заедает и заразы такие уже все подсыхать что нормально какой только заразы нету все заедает и пчелы мухи вы этих и собаки котов короче все заедает пыль стоит люка машину мыть бесполезно помоюсь через полчаса она такая же сам плюка опять все проедешь только все покладская дождей нету давит засуха груши сыпятся варятся реально сыпятся берешь и она прям вареная короче на солнце варятся потому что на солнце температура за 70 градусов поднимается я когда-то мерил брал специально градусник такой до 100 градусов вот знакомого брала жил на этот на шифер в общем интересно было сколько нагревается 72 по-моему ли 73 градуса что такое максимум я фиксировал в это время как раз вот это еще не пик жары это еще короче только началось сезон засухи сезон пекла сейчас она будет давать гарем дней 20 будет сейчас такое пекло самый пик такой будет потом пойдет на спад уже ближе к концу августа пойдет на спад жара а пчелы видите такой взяток просто разрывает носят ну блин на воду вообще не идут не нужна им вода абсолютно не интересует их вода на удивление несмотря на то что жара такая просто не бездействует вентиляция у них там все нормально достаточно ну вот этот отводок надо вентиляцию расширить отводок просто перерос тут надо реально вентиляцию расширить и и там надо вентиляцию расширить то есть показывать чем на вентиляции добавить отводки а так у семей нормально это не просто вот тут не отстают такие особенности у этой пчелы в этой семьи полировать в общем они он чистят просто так без дела не сидеть в общем они делом заняты вот видите какой лед пчел никакой в основном пыльцу носят где-то колупают эту пыльцу приносят весь лед получается идет с утра что до десяти с рассвета самого часов до десяти то есть несут они нектар и все потом немножко вечером летают на вечером я заметил больше пыльцу таскают жара немножко спадет они больше пыльцу на какой-то нектар тоже атака в основном получается сафора в основном за ночь именно остывает набирается нектара и с утра начинает выделять прям по рассвету вот чулы сразу начинают лететь пасека работает с рассвета в общем неплохо они летают и все а потом часам в десяти все стухает и вот так вот они сидят в общем улей чистят общем фигней занимаются на вентилирует выпаривать запах стоит конкретный стоит я сейчас сижу ах такой прям ух резкий такой запах сафора запах сафоры конкретных стоит сафоры цветут как-то буду ехать туда через лесополосу просто неохота просто кататься два километра а мне по кругу где-то два с половиной надо сейчас в одну сторону туда-сюда пять километров кататься просто чтобы снять неохота посмотреть это сафоры цветут взяток какой то есть нам очень и очень слабый сейчас получается еще и матки сеют часть этого нектара на расплод уходит часть пчелы едят каждый день же им надо есть ну и в общем там уже что остается тоже потихонечку складируется магазинчик как-то так вообще очень взяток никакой целый день работает 4 где-то утра да так вот четырех утра там начинает солнышко вставать вот они начинают посчитать говорят четыре пять 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 шесть семь восемь десять не ну принципе в десяти часов пять шесть они работают где-то часов пять они работают на сутки часов пять они работают на взятки это конечно не такой прям сильный взяток сафора но тем не менее на безрыбье как рыцарь и рак рыба что-то что принесут то все в торбу даже по 10 килограмм если круг выйдет дарю уже будет соточка килограмм это будет нормально плюсом ко всему все куча меда на пасеке это все еще вот это достает пирамиды еще все это залито короче все это надо качать такую жару нежелание нездоровья это нету качать отобрался из магазина они стоят до дойти делать никак не могу настроиться собаку спасали все что-то проблем в общем своих хватает домашних ладно спасибо за просмотр короче ситуация как обычно полный алис гонсалес как обычно в это время северокрымской полупустыне жара до витаска полная жесть но зато на море сейчас он народ прет на моря прет 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 вон это все на море народ или 90 процентов машин из этих которые съедут все на море на моря народ прет сегодня пятница получается суббота воскресенье впереди меня на рынке на два дня стоять я на рынок сегодня заходил на точку там болен жара такая вообще мозги плавятся сидят там не соседи мои в общем офигевшие потом обливаются завтра послезавтра мне предстоит то же самое народ на моря прет потому что сегодня пятница это сейчас подвижка вот основном туда в ту сторону полная машина идут в основном на моря и отдыхать люди на море едут пятница сейчас ближе к вечеру начнется движуха прям колонны будки сторону моря на выходные люди будут ехать на море отдыхать а мне предстоит на выходные поработать на рынке спасибо за просмотр всем пока